МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Я Гоноруся, что я с Белоруссией. В один голос говорят участники и победители регионального конкурса патриотических снимков. Сегодня в студии на Пушкина 8 подводим итоги этого фото-конкурса и говорим о самых ярких и значимых событиях 2015 года. Итак, с удовольствием представлю гостей студии. Первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Игорь Завалей. Игорь Владимирович, рад видеть вас и просим. Директор Дворца культуры Белецкий, инициатор проекта «Я Гоноруся, что я с Белоруссией» Александр Бондаренко. Александр Сергеевич, рад видеть вас и просим. Итак, Александр, как возникла идея появления этого фото-конкурса? На самом деле, как любому творческому человеку, идеи приходят в невназначенное время. У меня есть такая особенность, как у человека, все какие-то творческие идеи, замыслы приходят ночью, как это неожиданно, и приходится в 3-4 часа ночи вставать и начинать конспектировать вот эти идеи, чтобы была возможность утром, либо в течение следующего рабочего дня... Как минимум вспомнить. Да, как минимум вспомнить, чтобы оценить возможности воплощения этой идеи в жизнь. Так было и в этот раз? Да. Хорошо. Как долго вынашивали концепцию? Идея – это, конечно, хорошо. Как долго вынашивали концепцию проекта? И почему именно фотоконкурс патриотических снимков? Ну, если честно сказать, нет привычки вынашивать идеи очень долго. Поэтому я думаю, что буквально два дня прошло. И, скажем так, с идеей организации этого конкурса обратились в Главное управление идеологической работы «Культуру по делам молодежи» Гомельского областного исполнительного комитета. Игорь Владимирович, судя по большому количеству участников и финалистов, не только из Белоруссии, можно смело сделать вывод, патриотизм сегодня по-прежнему в моде. И это здорово. Ну да, этот проект на самом деле показал, что Беларусь не исключение от всего мира. Ведь, насколько все знают, сейчас во всем мире патриотизм в моде. И Беларусь не исключение. Так вот, этот проект ярко показал, что молодые люди, и не только молодые люди, они могут любить Беларусь, и они знают, посредством чего ее любить. Я думаю, что вы говорите со знанием дела, потому что у Союза молодежи патриотических мероприятий уж точно большое количество. Ну да, у нас одно из основных направлений – это идеологическое патриотическое воспитание молодежи. И часть наших проектов, она направлена именно в этом векторе. Что хотелось бы отметить, вот последний проект «Мы лучшие в БРСН», да, результатом которого стали молодые люди из Гомельской области, которые были размещены на билбордах. Это семь билбордов, там размещены и победители битвы диджеев, и спортсмены, и люди из культуры. И тем самым мы показали, что у нас есть молодежь, которая может стать кумиром для своих сверстников. То есть это не те какие-то фальшивые идеалы, которые нам навязывают и фильмы, и сериалы. У молодых людей там и Спайдермена, и Бэтмена, к сожалению, сейчас кумирами становятся. Мы этим проектом показали, что есть и у нас люди, которыми можно гордиться и равняться на них. Герои нашего времени. Да. Возвращаемся к фотоконкурсу «Яга на Руси, что я из Беларуси». Думаю, со мной согласитесь, у зрителей может возникнуть закономерный вопрос. Почему именно эту инициативу поддержали на областном уровне? Ну, я не могу утверждать за руководство Главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи. Вообще ситуация обстояла следующим образом. Я записался на прием, как обычный гражданин, к Ирине Викторовне Товгалу, начальнику Главного управления. Просто с идеей и предложением. Вопрос решился буквально в минуты, наверное, три. Когда через три минуты Ирина Викторовна собрала всех своих работников и сказала, что этот проект мы должны сделать. И буквально через несколько дней после этого разговора у нас уже состоялась первая пресс-конференция, такой брифинг своеобразный со средствами массовой информации, на которой и на брифинге мы избрали, скажем таки, своеобразным символом этого конкурса вот такой, ну, как мне привычнее говорить, гладыш. Ну, разные люди называют по-разному. И попытались соединить две темы этому сосуду на самом деле более ста лет. То есть это настоящий гладыш, который был сделан в нашем Полесском регионе, это Гомельская область, наш символ, один из символов. Он стал символом, кстати говоря, фото-конкурса, правильно? Он виден, да. И на эмблеме, на логотипе нашего конкурса есть этот гладыш, немножко в другой форме. Ну, и мы попытались, скажем так, посмотреть, как запускают фильмы, иногда снимают, да, расписывая, вся съемочная бригада оставляет свои автографы на тарелке и потом разбивает. Поэтому мы оставили автографы все, кто был на этом брифинге. То есть это автографы журналистов Гомельской области? Автографы журналистов, автографы руководства Главного управления идеологической работы, культуры по делам молодежи, автографы представителей областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. То есть все, кто был на этом конкурсе с самого начала. Часть традиции телевизионной позаимствовали и киношной, кувшин оставили все-таки. Но не разбивали, да, потому что вещь на самом деле, скажем так, почти музейная, поэтому решено было оставить его себе на память, чтобы он олицетворял вот эту идею возобновления гражданско-патриотического движения в разных уже своих опытехах. Игорь Владимирович, другими словами, если хочешь, чтобы твоя инициатива получила поддержку, нужно быть и самому расторопнее, не так ли? Вот как раз-таки это показательный пример. Да, это яркий пример того, что как идея одного человека стала настолько масштабной и вышла на уровень области. И в следующем году может стать примером, да, и выйти на уровень республики. У нас есть проект «100 идей для Беларуси», в рамках которого реализуются подобные проекты. Молодые люди приходят к нам со своими идеями, мы их выслушиваем, принимаем заявки, рассматриваем. Потом в дальнейшем уже вместе, в том числе и с местной исполнительной властью, думаем, как эти идеи реализовать. Но ведь большое количество людей и деток, и талантливой молодежи, и людей постарше сидят сейчас у экрана, вы думаете, а у меня тоже есть инициатива, но, наверное, она никому не интересна. Это же ведь всего идея одного человека. Так же ведь часто бывает. Это, наверное, главное заблуждение того, что твоя идея никому не интересна, пока ты не пришел с ней в то же Главное управление идеологической работы. Или в Союз молодежи. Или в Союз молодежи. То есть это говорит о том, что под лежачий камень не бежит, и надо идти самому к реализации своей идеи. Хорошо. Может быть, есть еще какие-то яркие примеры из недавнего времени, когда небольшой проект одного-двух человек стал достаточно масштабной инициативой, которая сегодня развивается не только в Гомельской области, но и в Беларуси. Ну вот, раз мы уже начали тему с 100 идей, я хотел бы привести примеры тех... Вообще, проектов много подается и рассматривается на разных уровнях, и на областном, и на республиканском. Но я хотел бы привести в пример проекты, которые уже реализованы. Это вот, что касаемо в экономическом плане, это проект обогрева двигателей тепловозов. Этот проект уже реализован, и он позволил мало того, что сэкономить рабочее время и увеличить количество дизелей, которых можно одновременно обогревать. Плюс ко всему, это еще привело и к экономии топливных средств. Это говорит о том, что вот такая задумка одного молодого человека, который непосредственно работал на железной дороге, позволила внести весомый вклад в экономию, в том числе и бюджетных средств, и государства. Это идея родом из Гомельской области? Да, это идея родом из Гомельской области. Но у нас разновекторные направления именно идей. Есть и примеры социальных проектов. Это проект в интернете, подороже по Беларуси. Проект обычного студента, который к нам пришел со своей идеей. Мы помогли его реализовать. И сейчас, на данный момент, это тот проект, который позволяет сделать наш регион более привлекательным именно в туристическом плане. То есть он формируется, этот ресурс создается посредством самих туристов, которые посещают наши глубинки, которые фотографируют. И они сами потом оставляют фотографии, отзывы. И в дальнейшем это позволяет молодому человеку или просто гражданину другой страны, который хочет посетить именно... И Беларусь, и Гомельскую область, да. Он может уже для себя спрогнозировать свой маршрут благодаря этому проекту. Еще одна инициатива, достаточно на слуху, особенно в последнее время, проект «Моя законотворческая инициатива». Расскажите об этом. И здесь как раз-таки очень показательно, что небольшая идея одного студента стала проектом регионального, ну и, по сути, уже практически национального уровня. Да, это проект секретаря первичной организации Медицинского университета Галины Лосаевой. Он тоже был реализован в рамках «Стай идеи для Беларуси». Этот проект уже совместный, и совместный он непосредственно с Академией управления при президенте. И в этом году он проходит впервые в Гомельской области, является пилотным. То есть по итогам этого конкурса у нас, именно в Гомельской области, будет принято решение, будет ли он реализован на уровне республики или нет. Суть этого проекта в том, что молодые люди, которые обучаются, либо уже работают, неважно. Мы специально не ставили какие-то ограничения по возрасту, чтобы максимальное количество прилетать участников. Суть в том, чтобы каждый желающий, предварительно пройдя обучение по электронному учебнику, потом следующий этап является тестирование. Только после этого, когда мы видим уровень подготовки претендента, мы допускаем его к подготовке проекта, который может быть реализован на уровне законодательной власти. В данном случае это областной совет депутатов. И этот проект уже дает свои результаты. Буквально в ближайшее время будут подведены его итоги. И я думаю, что он будет иметь право на существование в дальнейшем и уже на уровне республики. И это еще раз подтверждает того, что идея одного человека, может принять такой масштабный оборот. Мне подсказывают, есть дополнение из зала. С удовольствием предоставлю слово главному редактору газеты «Гомельские ведомости» Тамаре Суботко. Тамара Александровна, рад видеть. Вам слово. Здравствуйте. Теме патриотического воспитания большое внимание уделяют и городские газеты. Так, на странице газеты «Гомельские ведомости» в последние годы появилось сразу несколько проектов, посвященных нашим ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны. В 2013 году, ко дню освобождения Гомеля, это был проект «В их глазах победа». В 2014, ко дню освобождения Республики Беларусь, немецко-фашистских захватчиков, у нас был реализован масштабный проект совместно с 70-ми фотографами Гомеля «70 лет, 70 лиц Великой войны». В этом году совместно с Гомельским областным музеем военной славы мы реализуем проект «Оружие победы». Спустя годы ветераны имеют возможность прикоснуться к тому оружию, с которым они когда-то освобождали нашу страну. Их воспоминания оживают, и читатель переносится буквально на поля сражений и в те далекие события. Скажу, что очень интересный проект есть и на страницах газеты «Советский район. История одной награды». И приятно, что эти материалы находят отклик не только среди взрослого поколения, но и среди молодежи. Это, мне кажется, стоит... В общем, журналисты не только пишут о инициативах, но и сами достаточно инициативный народ, правда? Ну, безусловно, это наше. Спасибо за доброе дело. Слушайте, мы возвращаемся к нашему фотоконкурсу. Александр, расскажите основные критерии отбора. В первую очередь хочу отметить тот вопрос, почему именно конкурс фотографии был объявлен. Потому что, на наш взгляд, это является одной из самых доступных форм для того, чтобы принять участие. То есть не надо было заполнять какие-то заявки, не надо было кого-то искать. Через все возможные социальные сети, такие как ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, либо посредством электронной почты. Участники присылали нам свои фотографии в электронном виде, некоторые присылали фотографии и уже в бумажном варианте, то есть обычной почтой. Жестких храмок не было, и это позволило сделать конкурс, но по-настоящему масштабным. Дело в том, что даже по победителям конкурса, которые присутствуют в зале, можно увидеть, что возрастных ограничений тоже не было. То есть нельзя сказать, что это было только молодежь, да? Нет, на самом деле, по моему личному мнению, любовь к родине, любовь к Беларуси – это отличительная черта человека, гражданина любого возраста. То есть, начиная с 4-х лет, с 5-ти лет, как и моя дочь, она уже в 5 лет, она, видя какую-то государственную символику, либо флаг, либо герб, либо услышав звуки гимна, она всегда говорит «Папа, это Беларусь!». Чаще участвовали в фотоконкурсе профессиональные авторы или фотографы-любители? Ну, я не могу однозначно сказать, что были какие-то рамки в процентном соотношении, потому что на самом деле более 2100 фотографий мы приняли на участие в конкурсе. И однозначно сказаться, любительские, профессиональные было все. Были и постановочные кадры, были и репортажные съемки, были и любительские кадры, но все эти фотографии достойны для того, достойны участия в этом конкурсе, достойны для того, чтобы их увидели другие люди. Ну и, конечно, не обошлось, наверное, без селфи, такого популярного сегодня. Были фотографии селфи, не скрою, это, скажем так, в последнее время одна из форм фотографий. Ведь нам известны были, как я уже повторюсь, постановочные фотографии, репортажные, любительские. А именно фото-селфи – это одно из новых направлений фотографии. То есть мы не ограничивали ни в чем людей. Единственное условие было участие в конкурсе, чтобы на фотографии были либо какие-то предметы, связанные с историей, либо культурой Республики Беларусь. И немножко мы ограничивали использование государственной символики в рамках, опять-таки, законодательства, которое действует на территории страны. И, наверное, я так понимаю, хэштегом фото-конкурса стала какая фраза? Я с Беларуси или я гоноруссия, что я с Беларуси? Ну, дело в том, что, понимаете, когда человек, делая снимок в своем телефоне, да, сразу обычно пишут хэштег. Я гоноруссия, что я с Беларуси – достаточно длинное такое название, которое невозможно было, неудобно, скажем так, чисто технически выбивать. Упростили. Мы, да, упростили, и такое уже простое название, опять-таки, мы его сделали на русском языке для удобства, потому что не на каждом телефоне у наших людей есть белорусский язык до сих пор. У некоторых есть, у некоторых нет, поэтому для общей доступности мы сделали на русском языке, и хэштег «звучал я из Беларуси». Кстати говоря, вот про русский язык, это, наверное, было сделано еще и для того, чтобы привлечь участников не только из Беларуси, и это получилось? – Естественно. Скажу честно, планировался конкурс как региональный, и по документам, по положению он звучал как открытый региональный конкурс патриотической фотографии. Но на самом деле по географии участников конкурса это получился, ну, не хочу говорить громкими словами, но по географии это проект мирового масштаба. – Ну, давайте хотя бы точечно для зрителей озвучим. – Если точечно, у нас были фотографии, ну, про все регионы Беларуси, я про это могу не говорить, потому что были фотографии со всех областей, исключительно, Республики Беларусь, в том числе из каждого региона Гомельской области. Плюс были фотографии из Российской Федерации, таких городов, как Красноярск, Томск, были фотографии, присланы на конкурсы из Израиля, были фотографии, которые прислались на конкурс и даже из Канады. То есть наши сограждане, которые по тем или иным причинам живут сейчас в другой стране, но они все равно гордятся своей Родиной, гордятся своей Беларуси. – Сегодня в студии на «Пушкина-8» победители регионального фотоконкурса «Яга на Русье», что я с Беларуси. Уважаемые гости, рад видеть в нашей программе, подключайтесь к разговору, расскажите о историях этих снимков и, конечно же, почему решили поучаствовать в данном проекте. Пожалуйста. – Лазаренко Светлана, фотографировал мой муж Андрей Моисейков. – На нашей фотографии мои родители. У них в этом году юбилей, 50 лет совместной жизни, и в качестве одного из подарков мы решили им подарить такую фотографию. Они на ней изображены в белорусской одежде, и заодно поучаствовать в этом конкурсе. Одежду мы белорусской в продаже почему-то как-то не нашли, и пошили сами эту одежду. – Ну, подарок им этот очень понравился. – Что еще более ценным сделала с ним, правда? – Да, и одежда осталась, да. – Здравствуйте, меня зовут Павел Громыко, и моя постановочная работа – «Девушка в белорусском костюме в лодке». Ничто так не символизирует Беларусь, как зеленый цвет, зелень, насыщенность и стандартный белорусский костюм. У нас была фотосессия, владелицей костюма является модель. Она его захватила с собой, и мы сделали одну фото на этот конкурс, о котором она же мне и поведала. И по счастливой случайности мы одержали победу, и вот я здесь нахожусь. Модель Вероника Бешкова. – А вообще ожидали, что работа займет призовое место? – Очень сильная конкуренция по качеству работ. Надежд было мало, но кто-то оценил. – Судя по количеству победителей в нашем зале, действительно, конкуренция была большая. АПЛОДИСМЕНТЫ – Беляева Наталья. В конкурсе мне предложила поучаствовать директор нашей школы, где я работаю, Севковской базовой школы. И я сразу же вспомнила про фотосессию. Она была сделана в августе 2013 года. Делал ее мой друг, он же ее и придумал. Фотосессия в белорусских костюмах. На победу я даже не рассчитывала, даже не проверяла результаты ни разу. – Организаторы вышли сами на вас, да? – Да, я получила сообщение и была удивлена и рада. – Александр говорил о географии участников конкурса. Интересно, есть ли гости не только из Гомельской области? Есть, пожалуйста. – Анна Николаевна Мякшила, руководитель историко-краеведческого музея средней школы номер 5 города Лиды. – Спасибо, что приехали. – Я о конкурсе узнала из газеты «Советская Белоруссия». И у нас как раз в музей поступил экспонат. Это сани и начало 20 века, деревянные сани. И в прошлом году, когда выпал первый снег, мы как раз делали ряд снимков. И один из снимков показался наиболее интересным. Мы выслали сюда и очень рады победе. – А кто из присутствующих в зале сделал селфи победное? Есть такие? – Добрый день. Миронова Снежана, город Жлобин. – Фотография очень интересная в плане того, что была сделана после обряда зажинки. Мы своим ансамблем, конечно же, на фото был мой сын. И случайно совсем узнала об этом конкурсе по прислунному положению. И фотографий было отослано очень много от меня. Но выбрали почему-то именно эту фотографию. И очень рада. Она не профессиональная, а сделана совершенно случайно после уже этого обряда. – Вы сыном с гордостью сказали «Я гонорусь, что я с Беларуси». – Конечно. Мой сын очень переживал, когда я сегодня ехала. Он мне пожелал удачи. Очень рад. Привет всем из города Жлобина и, конечно же, моему любимому сыну. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, ну а прямо сейчас мы можем увидеть работы победителей фото-конкурса «Я гоноруся, что я с Беларуси». Итак, внимание на экран. Далеко тебя забросила, Заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью Вдруг случится невозможное. Понад пущами рассветными, Над греницами холодными, Малой цахой неприметною Полетишь туда, где ждет тебя И светлая, и грустная, и бучая, И пыльная, родная белорусская земля. Там, за взорами, за туманами, В тишине лесов и полей Сограведное, не сказанное, Бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, Неподвластное бегут дней, Ты спроси меня, и отвечу я, Это сердце земли моей. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, И мы продолжаем. Что ж, уважаемые гости, Ваши короткие комментарии. Я так понимаю, прямо сейчас у нас получился Настоящий патриотический флешмоб. Да, дело в том, что все победители, Вообще участники, в основном, Не ограничивались одной фотографией. То есть они на самом деле прислали Серии фотографий. Если бы мы представили к вам в студию Все фотографии наших победителей, Поверьте мне, их было бы очень много, Около ста единиц, ста фоторабот. То есть мы просто выбрали те фотоснимки, Которые, по нашему мнению, Наиболее олицетворяли нашу задумку, Задумку меня как автора И задумку организаторов конкурса. Вы знаете, посмотрев эти фотографии, Они прям пропитаны патриотизмом. И видно, что основная масса людей, Да, это молодые люди. То есть приятно осознавать то, Что они знают, Как можно выразить свою любовь к Беларуси, Что такое Беларусь, Какие у нее традиции национальные. И это радует. В 2015-м Беларусь отмечала 70-летие Великой Победы. Какое из событий запомнилось вам больше всего? Если, конечно, можно выделить что-то определенное. Ну, да, вот вы правильно подметили, Если можно что-то выделить определенное. На самом деле, все мероприятия, Которые мы проводили в этом году, Как вы уже сказали, красной нитью проходила тема 70-летия Победы. Это было направлено на то, Чтобы как можно больше молодых людей Вспомнили о том, Сколько было отдано жизней и судеб Для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Ну, а что касаемо именно самой такой яркой, Запоминающейся, Я как руководитель именно Союза молодежи Областной организации По инициативе БРСМ Была реализована акция Цветы Великой Победы Гидпоезд И именно этот поезд, Его суть была, Чтобы пройтись по всем областям Республики Беларусь С тем, чтобы привлечь именно молодежь К этой теме И стартовала она именно с города Гомеля Неспроста, потому что именно с Гомельской области Началось освобождение Республики Беларусь И вы знаете, когда эта идея зарождалась Ну, как-то представлялось себе Как это будет, что это будет Но когда были подведены итоги И мы увидели, что из этого получилось На самом деле, эта акция Получилась масштабная И мы максимальное количество молодых людей Привлекли к теме 70-летия Это был поезд, в котором был организован музей Аналогов которого нету Именно в вагоне был организован музей Который прошелся по всей республике И экспонаты были именно с каждой области То есть каждая область в этом музее была представлена Потом делегация, которая приехала в рамках этого поезда Провели концертные программы Вечером он был организован возле Ледового дворца Ну и, конечно же, мы посетили наш госпиталь ветеранов Там был тоже для пациентов дан концерт И вот все это мероприятие Оно сопровождалось флеш-акциями какими-то И в том числе и возложением Пользуясь случаем, хочу спросить у вас О итогах трудового семестра Знаю, что есть яркие победы Расскажите о них Ну и заодно давайте подведем итоги этого конкурса Ну, на самом деле, трудовой семестр уже завершен Но итоги на уровне республики будут подведены Вот в ближайшее время Но уже сейчас можно сказать с уверенностью Что вот у нас трудоустроено более 15 тысяч молодых людей В Гомельской области Из них 14 тысяч это в студенческих отрядах И около тысячи это именно индивидуально Эта цифра позволяет сказать Уже сейчас позволяет сказать о том Что Гомельская область По этому показателю стала лучшая В республике Беларусь И приятно, что это случилось В год молодежи И это показывает, что у нас есть еще резервы Чтобы и на следующий год Чтобы количество молодых людей Которые хотят заработать свой первый рубль Мы могли им помогать все больше и больше 2015 указом президента был объявлен годом молодежи Какие из событий и акций стоит выделить в первую очередь? Ну, вы знаете, я уже вот сегодня озвучил Тему 70-летия победы Семидесятилетия победы Эта тема проходила практически во всех наших мероприятиях На самом деле мероприятий было проведено огромное множество И областного уровня, и районного, и в городе Гомеле По-прежнему уделили большое количество внимания Инициативам на местах И это тоже важно Да Ну, без инициатив не было бы этих мероприятий Не может сидеть первый секретарь в районе И с утра до вечера выдумывать какие-то мероприятия Его задача прислушиваться к молодым людям Которые проживают у него в районе И стараться реализовать все их идеи Ну, вот хотелось бы отметить Что у нас в этом году Именно волонтерское движение Тоже волонтерскому движению Было уделено очень большое внимание Потому что это год молодежи И местные исполнительные власти Помогали в этом вопросе И Главное идеологическое управление И Фонд мира Оказывал содействие Совместно мы провели в этом году Акцию «Все краски жизни для тебя» Которая позволила собрать Денежные средства В размере порядка 150 миллионов Для двух молодых людей К сожалению, которые сейчас находятся После ДТП в тяжелом состоянии И нуждаются в дорогостоящей реабилитации Нами был проведен Инициирован концерт Который проходил у нас 12 августа Его посетили звезды Белорус-республиканского масштаба Это и Елфимов, и Хлистов И все они работали безвозмездно И все средства, которые были получены От продажи билетов на этот концерт Пошли на счета именно этих молодых людей Это говорит о том, что молодежь сейчас Она готова помогать Только ей надо подсказать, как это сделать 2015-е оказался не только насыщенным Годом на события, но и юбилейным для Дворца культуры Белецкий Не так ли? По архивным данным В ноябре месяце 2015 года К сожалению, дату остановить нет возможности Исполняется 130 лет Со дня открытия Дворца культуры Белецкий Который до 1976 года носил название Дворецкий дом культуры Везувий Очень много коллективов родилось в нашем дворце Достаточно известных Достаточно известных Одна... Несколько... Приведу примеров Синяя птица Которая радовала нас и наших родителей Своим творчеством На самом деле родилась в нашем учреждении И называлась Мы, Вы и гитары И все танцевальные площадки города Гомеля Тогда, скажем так, приковывали к себе Именно этот коллектив Это затем он уже уехал в Тамбов И при Тамбовской филармонии Государственной был создан коллектив Синяя птица Сегодня в это сложно поверить, на самом деле, в эту историю 26 декабря, скажем так, немножко забегая наперед 26 ноября мы отмечаем День освобождения города Гомеля От немецко-фашистских захватчиков И не случайно я об этом заговорил Потому что 26 декабря 1943 года Ровно через месяц После освобождения города Гомеля Именно на нашей сцене Которая есть до сих пор Состоялось первое торжественное собрание По случаю освобождения города Гомеля От немецко-фашистских захватчиков Также в эти дни прошел 26-й съезд Коммунистической партии Белорусской Советской Социалистической Республики На которой, собственно, и решалось Будущее послевоенной Беларуси Ну а почетным гостем На этом мероприятии Стал известный белорусский писатель Белорусский писняр Якуб Колос Который выступал со статьей На руинах Гомеля Знаю, сегодня активно ведете работу По возрождению национальных традиций Расскажите коротко об этом Скажем так Я, как руководитель Я являюсь страстным поклонником Всего, что связано с национальным творчеством Всего, что связано с белорусской национальной культурой Поэтому проект Фотоконкурса Ягана Руссия, что я с Беларуси Это один из проектов Наш совместный проект Еще одним большим проектом Который мы уже начали в этом году Ну мы еще не вышли на областной уровень Либо на республиканский Мы его только начинаем Но я думаю, что он получит свою огласку У себя на базе мы открыли Центр народной культуры Который называется ЛАД У него очень много направлений Одна, значит, у них есть У нас есть направление По социально-культурной деятельности То есть мы проводим мероприятия С темами, которые связаны С национальной белорусской культурой То есть либо это мифология Либо это фольклорная Обрядовая какая-то деятельность Также существуют студии В которых могут заниматься Дети, взрослые То есть без ограничений по возрасту Тоже по основным направлениям Белорусской национальной культуры То есть театральное мастерство Фольклорно-этнографическая деятельность Музыкально-инструментальная деятельность Это сегодня востребовано? Я вам скажу так Что в городе Гомеле На данный момент Это не то, что востребовано Это просто необходимо Потому что урбанизация Город на самом-то деле большой И по численности второй после Минска И мы понемножку Начинаем уходить от наших Исторических национальных корней Начинаем немножко терять То есть превращаться В такие шаблонные города И я вам хочу сказать Таких центров и таких мест На самом деле в городе мало Они есть Я не говорю, что мы единственные Они есть Но именно то, что мы Хотим собрать все воедино И всех привлекать Именно к национальному Творчеству белорусскому Это является Скажем так Отличительной чертой нашей работы АПЛОДИСМЕНТЫ И еще инфоповод Который просто не могу обойти В прошлом году Народному хору Голосы по лесу Дворца культуры Белецки Исполнилось 65 Расскажите об этом Уникальном коллективе Ну скажем так Коллектив действительно уникальный Дело в том, что На данный момент Это является одним Не то, что одним Это лучший Любительский хоровой коллектив Гомельской области Но я с уверенностью могу говорить Что и на республиканском уровне Они выглядят так же высоко Этот коллектив был создан В далеком 1948 году На базе Дома культуры Производственного объединения Гомель-древ Который вошел в состав Также нашего учреждения Им в свое время руководили Ныне народный артист Республики Беларусь Михаил Дриневский Тогда он был студентом Училища музыкального Имени Нестора Соколовского Ими в разное время Руководили заслуженный Деятель культуры Белорусской Советской Социалистической Республики Беспалов Елена Константиновна Соколова Ныне работник Гомельской областной филармонии Руководительского мирного хора Также со своим супругом Руководили этим Замечательным коллективом И мы по достоинству Несем это знамя Несем, скажем так, архитектуру и фундамент Который был заложен мастерами И сейчас Ведь это необходимо Ведь создавая будущее Мы не должны забывать прошлое Что ж, ну а прямо сейчас Музыкальный подарок Для гостей студии Для финалистов Регионального конкурса Патриотических снимков Яга на Руся Что я с Белоруссией Народный хор Голосы Полесья Прямо сейчас В студии На Пушкина 8 Встречайте Солнце ясное Непогласное Над родимой Засвятилась Жить все новое И сутовное Жить все светлое Счастьем полное Тольчасиная Народилась Белорось Моя мать и родная Ты счастливая И свободная Все креплеешь Ты путуешься Вышли До зору Ты маешься Широй песняю Уславляешься Оля, новая Толья, новая Сырье на мужменье Сверлей и каменье Оля, новая Ширя, новая Словая Над зярею Зорить В песню Доры Оля, ясная Песня Счастная Над моей Народной Трой, краиной Вышли И грой Орлиной Белорус Ветней Ты моя Россия Народной Народный хор Голосы Полесия Дворца культуры Белецкий Ваши аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, в зале услышал интересную идею Как насчет коллективного селфи Конечно же, под хэштегом Я из Беларуси АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда приглашаю всех в центр зала Раз, два, три Что ж, на этом ставим точку Спасибо, что были вместе с нами До встречи ровно через неделю Здесь, в студии на Пушкина 8 Пока Субтитры сделал DimaTorzok